В эфире программа Город и мы в студии Дмитрий Аволонко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Геннадьевич, не так много времени прошло с начала этого года, тем не менее, насколько я знаю, уже довольно большое количество пожаров произошло на территории нашего города. Расскажите, пожалуйста, какова пожарная обстановка в Смоленске? С начала 2021 года на территории города Смоленска зарегистрировано 46 пожаров, при которых два человека погибли, к сожалению, и один человек получил травмы. Хочу обратить внимание, что травмированным у нас является ребенок 2018 года рождения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на территории города произошло 42 пожара, при которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Случаев гибели зафиксировано в прошлом году не было. Основным местом возникновения пожаров у нас по-прежнему остаются здания жилого сектора. Более 50% от общего количества пожаров произошло именно в зданиях жилого сектора. Хочу обратить внимание, что особо опасны пожары в многоэтажных зданиях, то есть в зданиях многоквартирных жилых домов, потому что огонь быстро перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются, пытаясь спасись от огня, получают тяжелые травмы, либо даже гибнут в огне. Но зачастую нарушения требований пожарной безопасности, приводящие к таким случаям, совершаются самими же жильцами. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, несоблюдение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. Вот те причины и основные, которые приводят в основном к гибели и травмированию людей в случае возникновения пожаров в многоэтажках. Согласно действующему законодательству, за пожарную безопасность в самих помещениях, где для проживания отвечают либо наниматели жилых помещений, либо собственники жилых помещений. За соблюдение требований пожарной безопасности в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Ответственность несут управляющие компании, которые занимаются обслуживанием данного многоквартирного дома. Это, насколько я понимаю, подъезды, подвалы, чердаки и подобные помещения. Если они оказались захламлены, коротко алгоритм действия, чтобы их освободить, куда обращаться, как? Первым делом захламляет у нас кто? Захламляют сами же граждане. То есть первым делом обратить внимание на себя и на своих соседей. По возможности можно провести и организовать субботник по очистке, допустим, того же самого подъезда, потому что это ваше жизнь и здоровье и жизнь и здоровье ваших соседей. Это в ваших же интересах. Если такой возможности нет, то необходимо обращаться в управляющую компанию. Законодательно у нас все это закреплено, в договорах на обслуживание все это четко прописано о том, что требования пожарной безопасности, соблюдение их в местах общего пользования лежит на управляющей компанией, которая занимается обслуживанием многоквартирного жилого дома. Какие основные причины? Почему происходят вот эти вот пожары? Основными причинами возникновения пожаров, согласно статистике, в этом году являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. По этим трем причинам произошло более 65% от общего количества пожаров, произошедших на территории города Смоленска в текущем году. А расшифруйте, вот причины пожаров, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение огнем. Вот по вашему опыту, на вашей практике, что вот за этими словами стоит конкретно? Нарушение требований эксплуатации электрооборудования, это когда, допустим, в одну розетку мы включаем несколько энергоемких электроприборов, вот что приводит к нагреванию и возгоранию электропроводки. Неосторожное обращение с огнем, сюда можно отнести неосторожность при курении, да, есть любители покурить в постели, выбросить горящий окурок, мусоропровод или с балкона, что категорически запрещено, либо посушить белье над газом и любые другие неосторожные обращения с огнем, оставление без присмотра открытого огня, неправильная топка печей, как тоже одна из причин, на которую я упоминал. В МЧС России регулярно проводится анализ гибели при пожарах детей. В результате складывается очень печальная картина. Согласно проведенного анализа, ежегодно в Российской Федерации погибает более 450 детей. 97% от общего числа погибших как раз погибают в зданиях жилого сектора. Из них 70% это дети до 7 лет. В связи с чем я считаю необходимым еще раз напомнить родителям о том, что спички и другие пожароопасные предметы должны храниться в недоступных для детей местах. Дети в обязательном порядке должны быть обучены правилам пожаробезопасного поведения. Ребенок должен знать, как вести себя, чтобы не допустить возникновения пожара. Это первое. И второе. Ребенок должен знать, как правильно вести себя, если все-таки пожар произошел. Необходимо объяснить ребенку, что от пожара нельзя спрятаться ни в шкафу, ни под кроватью, ни где-то еще в другом месте. А самое главное и первое правило – это покинуть то помещение, где произошел пожар, и выбежать на улицу. И, наверное, самое основное правило – это не оставлять без присмотра малолетних детей. Соблюдая эти, на мой взгляд, элементарные правила, можно сохранить жизнь и здоровье своему ребенку. Какие технические средства, вот вы пришли с одним из них, могут помочь жильцам частных домов, квартир избежать пожара? В последнее время, как средство раннего обнаружения пожара, особенно в ночное время, хорошо зарекомендовали себя автономные пожарные извещатели. Оборудование жилых помещений такими извещателями позволит намного сократить риск получения травм, а также гибели в случае возникновения пожаров, особенно в ночное время. Этот извещатель работает от батарейки крона, и при срабатывании он издает очень громкий звук, который, особенно в ночное время, он позволит разбудить как хозяев квартиры и сообщить о том, что возник пожар, так и соседей, что также является немаловажным. Сейчас мы с вами послушаем, как он работает. Такой звук он издает. Значит, для питания можно использовать не только батарейку, а аккумулятор. Хочу сказать еще о том, что такие извещатели, они имеют различные модификации. Есть извещатели с возможностью установления сим-карты, то есть при срабатывании данного извещателя он будет отзваниваться на закрепленный номер телефона и будет звонить до тех пор, пока не будет снята трубка. Также те извещатели с возможностью установки сим-карты, они имеют возможность подключения до 10 дополнительных извещателей, то есть если это частный жилой дом, то, допустим, в доме мы ставим основной головной извещатель и там хозпостройки, бани, гаражи мы подключаем, опять же, на этот основной извещатель. И в случае срабатывания одного из дополнительных извещателей будет идти дозвон на закрепленный номер телефона. А куда обратиться гражданам, чтобы им установили подобный извещатель? Хочу на что обратить внимание. В последнее время у нас появились, скажем так, не совсем добросовестные организации, которые по очень завышенным ценам навязывают установку гражданам таких извещателей или каких-либо других аналогов. Хочу обратить внимание, что цена вот такого среднестатистического пожарного извещателя, самого простого, она составляет в районе 400-500 рублей. И если вы все-таки решились на то, чтобы вам организация установила дома такие извещатели, в обязательном порядке необходимо потребовать у них лицензию на данный вид деятельности. То есть для того, чтобы устанавливать такие извещатели у граждан, организация должна иметь лицензию МЧС России, так как это лицензируемый вид деятельности. Если такая лицензия представлена не будет, соответственно, допускать таких лиц и доверять им установку оборудования, которое в случае чрезвычайной ситуации может защитить вашу жизнь и здоровье, не стоит. Также хочу сказать о том, что главным управлением МЧС России, конкретнее сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска совместно с одной из организаций будет проводиться установка таких автономных пожарных извещателей на безвозмездной основе в многодетных семьях, скажем так, оказавшихся в настоящее время в трудной жизненной ситуации. В ближайшее время нами будет организована такая работа. Порядка 10-15 семей мы планируем оборудовать такими извещателем. Немного о принципе действия, на что он реагирует. Этот автономный пожарный извещатель является дымовым, то есть при попадании на него дыма он срабатывает. Помимо пожарных извещателей, также рекомендуется иметь в каждой квартире огнетушитель, так как при помощи огнетушителя также можно справиться с пожаром в его начальной стадии. Может быть, есть какие-то рекомендации по количеству, объема огнетушителей, которые желательно иметь в квартире или в доме? В квартире желательно иметь углекислотный огнетушитель, так как его применение оказывает наименьший вред для находящихся в квартире вещей. Если порошком вы засыпете всю мебель и потом вам придется долго ее очищать, то углекислотным огнетушителем можно потушить любой класс пожара, происходящий в квартире, скажем так, и он не оставляет следов после его применения. Обычно это 5-литровый огнетушитель. Также хочу сказать о том, что главным управлением МЧС России совместно с управлением опеки организована работа по обучению мерам пожарной безопасности семей, которые стоят на учете в этой организации. Были сформированы списки и сотрудниками главного управления МЧС России совместно с сотрудниками управления опеки и попечительства организованы выезды, так называемые рейды по местам проживания данной категории граждан. При посещении гражданам доводились требования пожарной безопасности, объяснялось, как безопасно пользоваться газовыми приборами, электроприборами, и обязательно вручались памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. Для детей у нас есть специальные памятки разработаны, они там с картинками, мультипликационные, то есть в понятной для детей форме там изображены, скажем так, наглядно основные требования и правила пожаробезопасного поведения. Вот такие рейды мы будем продолжать, и не только совместно с управлением опеки, и совместно с другими структурными подразделениями администрации города, это и управление образованием и так далее. Поэтому работа в этом направлении у нас считается приоритетной. Сотрудниками главного управления МЧС России по Смоленской области планово проводится комплекс мероприятий по профилактике пожаров с различными категориями граждан. В основном упор делается на несовершеннолетних граждан. Совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом, с управлением образования города Смоленска проводятся различные викторины, конкурсы, направленные на формирование у детей основ пожаробезопасного поведения. Потому что именно в игровой форме дети легче воспринимают, им легче понять и объяснить друг другу, как правильно вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации. Но несмотря на весь комплекс и весь тот объем профилактической работы, которая проводится нашими сотрудниками, быть или не быть пожаров все-таки зависит от сознательности граждан. Поэтому, уважаемые смоляне, будьте бдительны и помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Что ж, большое спасибо, что были у нас в гостях. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был главный государственный инспектор города Смоленска по пожарному надзору Андрей Геннадьевич Носов. На сегодня это вся информация. Всего вам самого доброго. До свидания. Берегите себя и наш город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...